Ну вот, собственно, теперь нужно установить решетку для угля. Она, конечно, в таком вот состоянии, видно, ржавчины и все остальное. Она, конечно, прослужит долго. Понятное дело, что ржавеет, ржавеет по многим причинам. Во-первых, очень высокая температура. Во-вторых, уголь, он гигроскопичный. И если, например, что-то остается на решетке, то он набирает воду, и потом все это вот в виде ржавчины так проявляется. Вот. Ну, эта штука, да, ее нужно менять. Так думаю, раз в 3-4 года, наверное, точно. Ну, собственно, все. Сейчас нужно просто засыпать уголь, прогревать еще в нижнюю. Установлю завозборник. Завозборник установлен. Все, сейчас поставим стартер и подожгем. Некоторые переживают, что у них начинает запотевать термометр на гриле, когда идет нагрев. На самом деле ничего страшного в этом нет. Это обычный конденсат и буквально через полчасика он просто исчезнет. Ну вот, мы нагрели гриль. Вот сейчас уже 230 градусов. Вот я правда забыл решетку поставить. Кстати, вон уже видно, что он выглядит хорошо. Он чистенький. Решетка грязная. Последнее дело, которое осталось сделать, это почистить, и она будет абсолютно чистая, как из магазина. Для этого достаточно ее просто поставить. Сейчас секунду. И продолжать нагревать. Важный момент при нагреве. Вентиляционные заслонки должны быть открыты полностью. Тогда и быстрее и сильнее будет происходить нагрев. Ну попробуем. Единственное, вот оказалось, что щетки у меня большой нет. Тут маленькая, которая используется для Q. Но попробуем маленькой. И перчатки нет, кстати. Многие пытаются мыть решетку. В этом нет никакой необходимости. Такая щетка очень легко чистится и становится очень чистой. Единственное, вот ее нужно так нагреть и прогревать где-то... Лучше, конечно, на температуре 230-280 градусов, примерно минут два. Просто при такой температуре все животные, растительные жиры, которые остались на решетке, они сгорают. Превращается в залу, в пепел и очень легко вот такая щетка потом очищается. Видно, как она становится чистенькой. А без перчатки и коротенькой щеточкой, конечно, это не очень приятное занятие. Есть такая длинная щетка треугольной формы. Вот она для этой цели гораздо лучше. Ну и, конечно, перчатка, потому что здесь жар достаточно сильный и долго руку держать не получается. Еще неудобно то, что у этой щетки есть края, поэтому, соответственно, очищать решетку по краю котла получается не очень удобно. Но можно, что еще можно, как можно исправить ситуацию, можно взять щипцы, например, достать ее и пройтись вот таким вот образом. Опять же, жар. Вот очень хорошо видно, как все слетает. Решетку можно перевернуть и сделать то же самое с другой стороны. Хотя в этом большой необходимости нет, но если вы любите чистоту, пожалуйста. Вот, даже не имея какого-то специального инструмента, не совсем входящей щеткой, вот можно до такого состояния практически идеальной чистоты решетку почистить. Если что-то не очистилось, то точно так же закрыть крышку, оставить еще на какое-то время, например, на минут 20. И потом опять же пройти щетка по ней. И это всё. . .